Может любой человек стать священником? Такой вопрос вспомнил на канал Экзегет. Ну, начнем с того, что, по слову апостола Павла, если кто епископство желает, доброго дела желает. Лечь идет о том, что, конечно, священство – это доброе дело. И хорошо желает священство, с одной стороны. Но в священстве есть тайна. Тайна заключается в том, что мало желать быть священником, а надо, чтобы Господь этого пожелал. Надо, чтобы Господь тебя выбрал. Да, ты далек от совершенства, да, у тебя есть множество своих немощей, да, тебе, может быть, не хватает всей полноты образования, но, тем не менее, иногда Господь выбирает, может быть, не самых совершенных даже людей, а тех, кого он сам захочет. И человек, кого выбрал Господь, как-то чувствует, что он по-другому не может, что у него появляется такое сильное желание быть священником, даже вопреки всякой логике, может быть. Он хочет служить. Для чего быть священником, собственно говоря? Ну, что Богу служить? Чтобы служить Богу и людям, чтобы служить Святой Церкви Православной. А что такое служить? Служить – это значит жертвовать собой, отдавать себя. Поэтому, если у кого-то появляется такая добрая мысль, то надо время от времени спрашивать себя, а готов ли ты себя отдать? Или ты хочешь пожить для себя? А ты хочешь, чтобы через себя действовал Христос? Или ты хочешь сам как-то действовать и быть в пленном почете? Если ты хочешь жить жертвенно, если ты готов, ты должен помнить, что в этом есть подвиг. Без подвига нет священства. И этот подвиг включает подготовку к священству. Ведь священник не может быть человеком, который имеет смертные грехи, например. Потому что он просто по канонам не может быть рукоположен. Поэтому перед рукоположением священства обязательно совершается ставленническая исповедь, на которой ставленник рассказывает о всей своей жизни и исповедующий решает вопрос, насколько он готов по канонам быть священнослужителем. Например, апостол Павел тоже говорит об этом. «Епископ или священник должен быть непорочен одной жены муж, треск, целомудрен, благочинин, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, нестреболюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащие послушание, со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищить от Церкви Божией?» Видите, сколько условий надо стараться выполнять и к чему надо стремиться. Помимо всего прочего, безусловно, требуется образование. Нельзя быть необразованным у священника. Представляете, как врач, который не получил полного медицинского образования, как он может лечить? Как священник может помогать душам, если он не научен в вере, так как он должен быть научен во всей полноте? Поэтому еще раз говорю, если кто-то хочет быть священником, надо быть готовым на жертвенное служение, надо хранить себя в чистоте, в целомудрии, всякой честности, правде Божией. Надо заниматься самообразованием и получить духовное образование. Надо получить благословение духовника. Без духовника человек не может быть священником. Священник предполагается человек, который живет духовной жизнью, и в духовной жизни необходим духовник. И безусловно, должна быть воля Божия, которая обязательно проявится, не только в сильном желании, которое будет поддерживать самим Богом, но и в обстоятельствах жизни, которые косвенно могут указать, на то, есть ли в этом воля Божия или нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok